Это событие взорвало всё отечественное интернет-сообщество. Пользователи не скупятся на дневный комментарий и удивлённо вопрошают, почему молчит официальная Астана. Власти Узбекистана, похоже, последовательно уничтожают память о герое Великой Отечественной войны. До этого уже переименована улица и станция метро, носящая его имя. Четырёхметровый памятник знаменитому военачальнику, стоявший на двухметровом постаменте со скрежетом и лязганием, сносили шесть бульдозеров. Обломки бетона, гранита и земли грузились на КамАЗы и тотчас же вывозились. Всё это происходило под бдительным присмотром многочисленных сотрудников милиции и городской администрации. Писатель Дулат Исабеков убеждён, казахстанский МИД обязан вступиться за память генерала Рахимова. Мы же постоянно говорим о толерантности, дружбе наций, дружбе народов. А где наша дружба? Особенно узбеками. Мы одной плеядой, самый близкий народ, узбеки, казахи, мы так каждый день говорим. А где эта близость ощущается? Это уже разрыв большой. Специально, сознательно хотят забыть ту историю, которую, я считаю, кощунственным. Историю забывать нельзя. Железный генерал, так называл Сталин с Хабира Рахимова, за твёрдую волю и мужество. Он прошёл всю войну и героически погиб в бою в 45-м. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Нур Мухамедова срочно. Есть. Вперёд все огневые средства. Есть. Давай. Этот фильм посвящён и генералу Рахимову с одноимённым названием. Снимали картину в киностудии «Узбекфильм» в 1967 году. В то время своим национальным героем гордился весь Узбекистан. Его имя чтили как единственного соотечественника, удостоенного в годы войны звания генерал-майора. И везде он записан как узбек, хотя по этническому происхождению является казахом. Вдова полководца Куралая, дочь номинитого Алиби Джангильдина, решила исправить это недоразумение. Однако сделать это оказалось нелегко. Местные власти под разными предлогами отказывали ей в этом. Пришлось обратиться в суд. Это интервью записано незадолго до её смерти. На это я не обижаюсь, это может судьба. Я теперь горжусь, что я Сабира. Всё равно его желания, её мечты, его просьбы я вспомнила через Международный суд. Сделала его казахским сыном Батыром. Я очень-очень довольна на этом. Последствия такого шага не заставили себя ждать. Сегодня имя Сабира Рахимова старательно пытаются вычеркнуть из памяти народа. Хотя этническое происхождение, казалось бы, не должно умолять ничьих подвигов и достоинств. Впрочем, произошедшее укладывается в общую тенденцию – избавиться от советского прошлого. В Узбекистане уже не празднуют День Победы. А несколько лет назад убрали памятник советскому солдату. А в парках страны перестали гореть вечные огни. Айна Жакупова, Нурбол Абдик Керимов, Асет Кундакпаев, Телеканал Алматы.